Здесь тоже всякий прошар. Вот это тоже то, что я дома у себя делаю. Вот это люди здесь тоже садят. Смотрите, здесь тысячи-тысячи огней. Ну, там, конечно, было плохо видно, потому что смог очень сильный, и стекла, конечно, очень сильно затягненные, сажи. Вот сюда мы пришли, и еще получить благословление. Ну, здесь моя младшая невеста рассказала, что если мы хотим сделать здесь джот, то что я дома делала огонь. Если мы хотим посадить его, ну, заказать за деньги, конечно, здесь, в этом мандыре, то даже если мы заплатим сегодня, допустим, то только через 7 лет придет наша очередь. То есть представьте, какая очередь здесь специально посадить вот этот священный огонь, что только через 7 лет у нас появится возможность прийти и посмотреть на него и получить благословление. Представьте себе, то есть этот, конечно, храм, он очень известный. Здесь миллионы людей проходят каждый день. Вы сами видите, какая здесь толпа. Яблоку негде упасть. Хотя сегодня, я должна сказать, это еще и не очень людно. Это еще и не очень людно, это нормально. Здесь опять вид вверху, хочу показать вам немножко. Вот на чем люди поднимаются сюда, на таких вот лифтах. И вот как раз это место. Но мы всегда поднимаемся пешком. Считается, если вы хотите что-то попросить, то нужно немножко и постараться. Постараться, пойти пешком, немножко попотеть, немножко помучаться. Правильно же? Доставить удовольствие, так сказать, богине, что мы для нее пролили столько пота, столько сил. И дыхание у нас припиралось, и трудно нам было. Но мы все-таки прошли. Красиво очень, мы довольны, счастье поют в душе. Надеемся на лучшее будущее, надеемся на то, что у нас все сбудется, то, что мы просили. Сейчас уже начинается маркетерия, люди, которые спускаются вниз. Можно что-то поесть, можно что-то попить. Здесь уже, конечно, столкновение. Здесь уже начинаются вот маркет, и дальше еда, питье, напитки. Ну, здесь уже, конечно, очень красиво. Здесь и прошат, и разные конфеты, и разные сладости. И вот они, разные игрушки. Много. Тут много, где ехо, на беда, тут много, побольше, на эксатра, тут много. Леконки, тут много, сунтен, и опять потерялись наши дети. Я им говорю, что все время будьте вместе, иначе можно потеряться. Посмотрите, здесь магазин украшений и игрушек. Вот, смотрите, сколько синдура. Это волосы, которым индианки мажут на пропор. Смотрите, дальше уже мандыр, который я показывала, когда мы поднимались. Смотрите, сколько здесь всего. Ну, это уже как раз развлекательная идет эрия. Здесь люди уже расслабились. Здесь люди уже расслабились. А, здесь люди уже расслабились. Здесь, вон, наши детки, видно, их никуда не потерялись. Здесь люди уже расслабились, сидят. Можно что-нибудь выпить, какого-нибудь холдринс, какую-нибудь водичку кокоса. Можно съесть какой-нибудь миксер без лука, без чеснока. Вот, смотрите, здесь огурчики режут, помидорчики. Можно порезать какой-то фрукт. В общем, люди уже сходили вверх. Вверх, даршан сделали. И теперь можно немножко расслабиться. Вот здесь я, наверное, возьму себе немножко сейчас холдринс. Я хочу выпить чего-то сладкого. Я ничего не ела. У меня немножко кружится. Пепси, яко-кок, лунги, язада, ага, то фрукти. Десять, бисру, пикат, ага, чотова. Мама говорит, еще куда-то пойдем, еще маленький, маленький есть мандир. Ну, я здесь пепси возьму. Я есть, ничего не могу. Я хочу пепси-колу. А, пепси, пепси чай. Мы же пепси чай. А, ну вот. Вот моя награда. Пепси. Сейчас выпью сладкой водички и станет легче. Мамми, мамми, дайки. Несут какие-то грузы. Я говорю, мама, смотри, пожалуйста. Потому что они могут истукнуть тебя. Они тяжелые. В общем, мы спускаемся налегке. Видите, везде вот такие вот салатики, фрукты. Соленые огурчики, всякие вот чаты. Люди сидят, кушают. Вот соки свежие, разные. Я смотрю под ноги, потому что ступеньки действительно всякие крутые. Можно и так навернуться. Поэтому мы идем спокойно, получаем удовольствие. Нам очень приятно здесь находиться. Ну, это вот всякие какие-то атрибуты для пуджи. Здесь вот тоже. Все для бога. Вот здесь вот. Какие чури красивенные. Боже мой, какой выбор. Но я не ношу, к сожалению. Видите, украшения. Очень красиво. Очень красиво. Вот это красное синдур. Тоже можно купить, но... Я синдуром не мажу волосы. Я не делаю этот пробор. У меня на него аллергия. Кроме того, у меня жирные волосы. И потею я в жару. Потом оно по всему лицу, короче, размазывается. Где тянусь? А? Ушмена мако, кафир. А я соли не могу. Вы представляете себе, что это фрукт? Я думала, это деревяка какая-то стоит. Это фрукт. И сейчас покажу, как он его порезал. Я хотела попробовать. У меня сегодня денег нету, я забыла. Посмотрите, как он нарезал красиво. Вот. Вот это вот фрукт. Видите, какой большой он. Интересно так. Вот он как красиво его нарезал, как сыр. Хотелось попробовать. Денег у меня нету. Все убежали, короче, вперед. Интересно так. Я такой первый раз в жизни. Знаете, как называется фрукт? Рам. Рам? Тяк? Рам фрукт? Рам фал. Рам фал. Фал это фрукт на индийском. Здесь чертовое колесо. Мы идем в маленький мандыр. А по дороге мы попали на мел. Мела это вот такая зона. Где есть что и покушать, и погулять, и что-нибудь купить. Смотрите, здесь и вещи разные есть. И жрачка разная есть. И что-то продают. И тут, причем отличительная особенность мелой в том, что здесь все очень дешево. Буквально копейки. Все стоит копейки. Ну, я не знаю, насколько копейки. Я в таких местах, если честно, вообще никогда ничего не покупаю. Но дешево, достаточно дешево. То есть вот эти шузы, вот эти спортивные, они вообще непонятно какого производства, какого-то местный шурпотреб, так сказать. Поэтому здесь нужно еще и под ноги очень сильно смотреть, потому что, смотрите, здесь вот готовят кушать. Все в таких открытых сковородках. Это складости. Всякие игрушки продают. Тут много. Там еще внутрь, видите, дорога идет. Мы идем, в принципе, в храм, поэтому мы на этой мели гулять не будем. Мы идем просто в храм, поэтому я хотела по дороге вам показать. Вот мы пришли до конечной нашей цели. Видите, как красиво, очень красиво. Я сейчас, конечно, поближе еще покажу. Здесь мы должны оставить обувь. Надо стать в очередь. Я уже неоднократно рассказывала о том, что, когда мы входим в мандир, мы обязательно снимаем обувь. Вот такая красота. Весь в розовом цвете. Очень красиво. Ну, здесь маленькие ступенечки, не сильно большие. Людям сразу фотографироваться. Прям на ступеньках, срочно. Боже, какая красота. Я вообще не могу описать даже. Вы сами видите. Но когда мы подходим, тогда он становится уже белее. Более таким белым становится. Более таким образом. Более таким образом. Да, и тепло. В общем, мне сказали, что это тоже боблешва, аримата. Только в маленьком линзе. Вы видите такое столкновение. Попытаемся сюда пробиться. Мне сказали сейчас, что это полностью золото настоящее. Все, что вы видите, вот это золотое. То есть не зря это один из вот этих дам. Дам это считается один из сторон, куда нужно попасть, объехать по всей Индии. То есть самые известные, самые большие храмы. То есть это одна из сторон. Вот это все настоящее золото. Представьте, я в шоке. Мне сказали, что 2 корор... В одном корор... Вернее, 20 корор. В одном корор 100 тысяч. Рупий бывает. То есть вы можете перевести, посчитать. Но это очень много. Это какие-то огромные суммы. Я сейчас, если честно, даже просто сообразить не могу. Мы медленно-медленно двигаемся. Напередный план. Медленно-медленно двигаемся. Продолжати van Gabriel Клини! Итак. Играет музыка Бейро Баба, мама сказала. Это не Калима, это Бейро Баба. Такое вот у нее имя. Мне очень повезло, сейчас здесь никого нет. Я смогла подойти прямо очень близко, заснять вам. Так что через меня и вы можете получить Дорщат. Это одна из самых сильных богинь. Играет музыка. Не знаю, почему все стараются приклеить эти копии, наверное, что-то это значит. Мне сказали, что это если что-то просишь и приклеится эта монетка, значит убудется. В нашем шахтуре она действительно прямо приклеилась. Я видела это. В общем, все, мы идем назад. Идем назад. Здесь фотографии еще разные. Очень красивые одеяния. Здесь написано Ма Сантоши. На индийском написано Ма Сантоши. Идем дальше. Это у нас написано на индийском Лакшми Рам Сита. Лакшми Рам Сита. Здесь написано Шанкарджи. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Возьми то, возьми. И я говорю, я уже пришла назад, все, мне уже ничего не нужно, все, что надо было дать богине, я там отдала и денежку, и прошат. В общем, все, мы возвращаемся к тому месту, где мы оставили тапочки, мы обуваемся и уезжаем. Надеюсь, вам понравилось вместе со мной гулять по индийским мандирам.